Так, ну почти все на месте, давайте начнем. Значит, чем вы увидите? Практическая астрономия. Что практического в нашей науке? Кто скажет, кому она нужна? А? Кому? Морякам? У-у-у, ну, морякам она была нужна давным-давно. Сейчас они уже и на небо не смотрят. Тем, кто определяет, географам, геологам. Да, они с GPS-ками ходят и определяют. Авиация? Давно уже на небо не смотрят. Вай-фай. Вай-фай. Вы хотели сказать GPS? Ну, астрономия такая. GPS. Ну, давайте об этом поговорим. Во-первых, она нужна астрономам, правильно? Да. Она нужна астроному для ориентации на небе, для поддержания своих знаний небесных. Ну, вот, кто не знает, как найти полярную звезду, пользуясь ковшом большой медведица? Кто не знает? Все знают, правильно? Вот так. Старый известный способ. А как определять стороны света? В каком полушарии находится этот человек? В северном полушарии. Правильно. А если бы он был в южном полушарии? В южном полушарии. Да? Он бы не видел полярную. Ну, он бы не видел полярную, да. А все остальное, стороны света были бы в том же направлении, правильно? Если бы он нашел возможность сориентироваться на север. Да. Но полярную бы он не видел, поэтому он бы повернулся на юг, чтобы увидеть что? Южный крест. Южный крест бы ему мало помог, но, в общем, да. Больше он ничего бы и не увидел. Видимость планет довольно полезна помнить астрономам текущую ситуацию. Потому что иногда планету яркую можно спутать с одной из ярких звезд. И даже были случаи, когда наводились телескопы с автоматической системой наведения на планету, находящуюся рядом со звездой, захватывали ее. То есть астрономам всегда полезно помнить текущую ситуацию с планетами. А как ее выяснить в Москве, если небо постоянно затянуто тучами? Значит, надо время от времени смотреть куда? Ну, ежегодник вы не будете смотреть, конечно, в какой-то электронный планетарий. Примерно раз в неделю, в две недели заглядывать на экран электронного планетария и поддерживать в голове ситуацию текущего неба. Какая фаза Луны в ближайшие дни? А зачем астроному, который изучает звезды, знать фазы Луны? Луна мешает наблюдению. Луна мешает наблюдению, правильно. Если вы поедете на практику, а не если, а когда вы поедете на практику, то в безлунные ночи будут наблюдения на телескопе, а в лунные ночи что будет? Чаепитие. Ну, чаепитие, оно и в безлунные ночи иногда случается. Нет, в лунные ночи вас отпустят погулять. Например, когда у нас в Крыму раньше проходила практика, мы в полнолуние плюс-минус три дня ехали на южный берег Крыма и там ныряли и загорали. Потому что астрономам практически нечего делать в период полнолуния. Плюс-минус три дня, небо. А почему нечего делать? Небо слишком сильно засвечено рассеянным светом Луны. Он настолько сильный, что иногда не удается навестись на нужный объект, потому что фон становится ярче, чем звезда на этом фоне. Измерение угловых координат на пальцами. Кто умеет это делать? Да? Ширина доски. Определите. Угловая ширина доски. Это зависит, конечно, от того, где вы сидите. Да, я понимаю. А сколько вы сказали ширина? Ну, 12, да, похоже. А кто не умеет, желательно научиться. Потому что бывают ситуации, когда у вас под руками никакого прибора, и вы вдруг на небе видите что-то необычное. А задача ученого замечать и изучать необычное. Обычное все уже давно изучено. Если вы видите НЛО на небе, то надо определить его высоту, азимут, расстояние от ближайших светил. И все это в угловых мерах. И вот таким это приблизительно, конечно, показано. Вытянутая рука у всех разной длины, у всех разные пальцы. У меня короткие, у скрипачей длинные. И каждый должен для себя определить ширину пальца, расстояние между раскиданными пальцами, или там длину какого-то пальца в угловых координатах. Это полезно. Это надо уточнить, уже пользуясь. А чем можно пользоваться? Где вы найдете? Да, вот, пожалуйста, между поинтерами, ну, вот этими мерак и дубхи, ковша 5 градусов. Попробуйте, выйдя на природу, определить, какие из ваших пальцев имеют угловой размер в 5 градусов, если вытянуть руку. Кстати говоря, вытягивать тоже надо уметь. Можно вытянуть вбок, а можно вытянуть вперед. И при этом разное расстояние руки будет от глаз, и, естественно, разный угловой размер. И это довольно полезное дело. По крайней мере, были случаи, когда профессиональным астрономам это очень пригождалось в их карьере. Ну, когда-нибудь расскажу про эти случаи. Это действительно полезно. Древние угломерные инструменты сейчас уже практически, ну, вот такие, как секстант или квадрант. А в чем разница между квадрантом и секстантом? Почему этот называется квадрант, а чуть попозже мы увидим секстанты? В чем разница между ними? Шкала была по-разному. Точность измерения. Точность? Так. Есть идея, точность измерения разная. Шкала разная. Шкала. Что значит шкала разная? Разные длины углы? В шестой степени что-то. Понятно. Актант – это значит в восьмой степени. Ну да. Нет, конечно. Посмотрите. Квадрант. Слово квадратно. Он охватывает 90 градусов. То есть прямой угол. Угол, который в квадрат. Теперь догадайтесь, что такое секстант. 60 градусов. Конечно, полная шкала 60 градусная. А вообще-то это странно, правда? У нас высота над горизонтом меняется от нуля до 90. Как же можно работать с секстантом, у которого всего лишь 60 градусов? Это понятно. Это может от горизонта до верхней точки, до зенита измерить угол. А секстант вроде бы не может. Однако, если вы читали книжки о старых морских путешествиях, там у штурманов в руках именно морской секстант. Да? Как же моряки обходились с 60? Они же для сонского вы провиняли. Можно ли какие-нибудь лидеры, которые в штатах летят? Давайте посмотрим. Ну, армиллярную сферу сейчас уже никто не использует. Это, конечно, чисто историческая, музейная вещь. Хотя когда-то она работала много столетий на астрономии. Вы помните, да, что координаты определяли прежде всего для ориентации на Земле координаты небесных светил. В общем, мало кому были нужны, кроме астрономов, а их было очень мало. Зато все плавали по морям и по координатам звезд определяли координаты на Земле. Эту карту я вам показывал в какой момент? Когда мы говорили о часах, да, помните? И когда она составлена? До изобретения морского хронометра или после? До. До, конечно. Сразу видно, какие страшные сдвиги по долготе. По широте все в порядке, по долготе жуткие ошибки, потому что измерить долготу можно только имея на корабле, например, или, в общем, у себя под руками часы, которые идут по какому-то известному меридиану Земли. Например, по Гринвичу или по парижскому, по любому известному. И тогда, глядя на разницу времени кульминации одних и тех же светил, можно сказать, какова разница в повороте Земли, то есть в долготе. А потом появились хорошие часы, морской хронометр, и они сразу позволили аккуратно измерять долготы. Хотя впереди еще было много открытий, но то, что уже было открыто, было точно нанесено на карту. С широтой никаких проблем, а потом часы появились и с долготой проблем стало меньше. А вот он самый удивительный морской секстант. Действительно. Ну, давайте. Ну, да. Пельмени? Что вас задержало? Пельмени? Нет. Нет? Светофор. Светофор? Я одна пельмени просто ездил. Ясно. Ну, ладно. На сей раз светофор. Угол действительно, шкала 60-градусная, но обратите внимание на ее разметку. Что-то тут не то, по-моему. Ну, где же тут 120 градусов, если он меньше прямого угла? Явно мы, моряки, заблуждались. В размерах градусов. Или все-таки нет? Как работал морской секстант? Что? Вот-вот-вот. Секстант – это маленький телескоп. Несколько зеркал. Вот одно зеркало неподвижное, а второе подвижное, связанное с указателем, который ползает по этой шкале. И зеркало тоже может менять наклон. Ну, и, в общем, и все. Хотя, конечно, для удобства есть разные светофильтры, чтобы ослабить яркость объекта, если он очень яркий. Если вот Солнце, например, высоту. Солнце над горизонтом измеряет. Ну, надо светофильтр ввести сюда. Или даже Луну она тоже иногда ослепляет. Но если звездочки, то не надо. Кстати говоря, телескопчики тоже разные. Сейчас куда-нибудь перейдем. Вот, например, сравните этот секстант. Ну, это такой действующий, современный. Видите, какая апертура? То есть диаметр объектива этого телескопчика. И каким был секстант, нарисованный вот тут. Ну, тоже сфотографированный. Это реальный секстант. Маленькая апертура, да? Маленький диаметр этого телескопчика. Значит, один из них для наблюдения Солнца, а другой для наблюдения звезд ночью. Какой для звезд? С большим диаметром, естественно. Чтобы яркость. Между прочим, секстанты – это один из двух приборов, в составе которых сохранился телескоп Галилея. Мы говорили о телескопах? Или еще не говорили? Говорили. Говорили. И помните, в чем оригинальность или отличие от всех прочих рефракторов телескопа Галилея? Там изображение не переворачивается. Потому что Галилей так и не додумался использовать положительный окуляр. Он использовал отрицательный окуляр, такой же, как в морских подзорных трубах. Ну, чтобы нормально все видеть. Тут тоже полезно видеть нормально. И еще есть прибор под названием Теодолит. Там тоже используется трубочка, ну, конструкция или схема оптическая Галилея. До наших пор дожили только два прибора, в которых Галилеевский телескоп сохранился. Секстант и геодезический прибор. Ну, все геодезические приборы и секстант тоже. Они не переворачивают изображение, ну, просто для удобства. Увеличение там маленькое. Давайте посмотрим. В общем, тут, по-моему, живой какой-то. Есть как он работал? Эти инструменты были формы окультанты, и, later, секстанты. Секстанты использовали для того, чтобы определить альтернативный телескоп на их уровне, или на анклер-дистанции между двух телескоп. Учера была также использована на корабль и сегментами. Это была использована для всех тех. Стронахар, которые выделили в нашем оке северное действие. Северное, и с Iranian феверное действие. Его инструмента использовала на широкую вилку в форме, на видах диалоге на axes 60 градусов, основания в размере в таких статах, Продолжение следует... 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 Казалось бы, на МКС суперсовременная конструкция. И вдруг сидит человек, и как допотопный моряк средневековый измеряет координаты звезд с помощью секстанта. Это надо? Это когда-нибудь вообще космонавтам пригождалось? Зачем их этому учат? Он может над горизонтом Земли измерять. Горизонт Земли у него всегда под руками. Они же летают недалеко от Земли. Кстати говоря, тут половинка бинокля используется. Тоже весьма такой дешевый, современный вариант, чтобы не строить ничего нового. Трубку какую-то. Половинка бинокля вполне годится. Он же не переворачивает. Там есть система двух призм, которая восстанавливает изображение. Так вот, оказывается, такая ситуация бывала. И с тех пор космонавтов учат определять с помощью секстанта свое положение. Такая ситуация была... Кто видел фильм «Аполлон-13»? Никто не видел. Ну а историю «Аполлона-13» ты видел? Давно. Давно. Ну, в детстве, понятно. А «Аполлон-13» — тот самый, который, летя к Луне, взорвался, и космонавты чуть было не погибли. И они, конечно, не прилунились, а просто облетев Луну за счет ее гравитации, повернули к Земле. И на совершенно разрушенном корабле там уже ничего не работало. Какая там электроника? Они еле-еле живы остались. Они летели к Земле, им надо было сориентировать корабль, чтобы включить тормозные двигатели в правильном направлении. И у них был секстант на борту. И они умели им пользоваться. И они правильно сориентировали корабль и вернулись живыми. С тех пор на всех космических полетах, ну, с человеком, обязательно есть секстант, потому что он не электронный, он примитивный, он не откажет. И поэтому они умеют им пользоваться. Особенно немцы, они такие строгие люди. Они всегда учатся всему, что может пригодиться в жизни. И вот, пожалуйста, секстант до сих пор работает. Надо иметь в виду, что географическая сетка координат, и небесная, кстати, тоже сетка координат, неравномерная. Двигаясь по широте и двигаясь по долготе, на одно и то же угловое расстояние, мы проходим разное линейное расстояние. Вот довольно полезная таблица. Дуги меридиана и дуги параллели. Ну, дуги меридиана почти не отличаются друг от друга. Длина в один градус, ну, это в минуту, в секунду, длина в один градус практически 110 километров, ну, 111. А почему она вообще меняется от экватора к полюсу, меняется длина дуги, если она вроде бы везде градус есть градус. Земля, да, Земля с плюсом-то, вот за счет этой самой с плюсом-тости Земли, потому что кривизна Земли в районе полюса меньше, чем в районе экватора. Ну, полюса прижаты, и там более пологая поверхность, и там градус оказывается, ну, не сильно, да, на один процент длиннее, чем на экваторе. Это, конечно, надо так приблизительно знать, но не очень важно. А вот, да, а вот, между прочим, полезно знать, что такое одна секунда дуги на Земле. Одна секунда. То есть, если вы измеряете координаты звезд каким-то телескопом, ну, у нас стоит вот во дворе, да, а другой телескоп стоит в 30 метрах от него, то у вас уже будут разные значения угловых координат, там, высоты, например, ну, или азимута, в зависимости от положения телескопа. 30 метров — это одна угловая секунда географических координат. Но это то, что касается меридиана. Меридиан, он так не сильно меняется от экватора к полюсу. А смотрите, как сильно дуга параллели меняется. Ну, понятно, параллель — это параллельная экватору линия, да, на экваторе она максимальную длину имеет, потом стягивается в ноль на полюсах. И на полюсах никакой длины нету параллели, а на экваторе, ну, она почти такая же, как и меридиан. Там они, там практически сетка прямоугольная, координаты. Ну, и тоже 30 градусов в районе экватора, а в районе полюса, естественно, ноль. Это надо себе представлять, чтобы иногда приходится пересчитывать такие вещи. Особенно в последнее время, когда точность измерений большая, и для нас секунда — это очень много. Одна угловая секунда, вот 30 метров — это вот ерунда. Один бросок камня или расстояние такое типичное между башнями телескопов, оказывается, на целую секунду вы сместитесь. Точные измерения высоты и азимута, ну, как правило, высоты, азимут — малополезная штука, мы в меридиане меряем высоты звезд, для нее придуманы всякие точные приборы. Ну, например, призменная астролябия. Чувствуете, сохранилось это старинное название старого арабского прибора астролябия, сохранилось в современных, очень точных угломерных приборах. Вот Донжон, французский астроном, механик, он придумал такую штуку, которая легко измеряет угловую высоту над горизонтом, даже если не видно самого горизонта. Ну, понятно же, в обсерватории какой может быть горизонт? Там деревья, дома, горы. Надо создавать горизонт. И видите, как он создается? Внутри прибора чашка с артутью. А артуть, ну, вообще любая жидкость, но артуть чем удобна? Она еще и зеркальная жидкость. Она всегда строго горизонтальна. Ну, если не трясти прибор, она строго горизонтальна. И падающий луч света от звезды делится пополам. Одна половинка отражается от горизонта, от горизонтальной поверхности, а другая прямо попадает в прибор. И потом они совмещаются, два изображения получаются. Вы их сводите и таким образом определяете высоту светила над горизонтом. Очень удобная штука. Кстати, в ГАИШе вот нет такой. А во многих обсерваториях есть. Ну, у нас другие приборы, там, меридианные круги. Но это очень хорошее, компактное и полезное устройство. Универсальный инструмент. К сожалению, нынешних первокурсников, то есть вас, наверное, уже не будут учить работе вот на таком универсальном инструменте. Это нечто среднее между астрономическим и геодезическим прибором. Универсальный он в каком смысле? Он крутится вокруг двух осей. Его и по асимуту можно повернуть, и по высоте можно повернуть. А вот это вот что такое? Как вы думаете? Вот это вот. Что это? Ну, это телескоп, понятно, да? А вот это? А вот это что такое? Я не знаю, кто его тут забыл, но он очень кстати оказался. На доске он, да? Ну, вот хорошо. Вот это уровень. В нем пузырек воздуха плавает в жидкости. Если он сделан аккуратно, этот уровень, то есть его горизонтальная поверхность соответствует этому объему с жидкостью, то, подставив пузырек точно в середину, вы добиваетесь строго горизонтального. О, видели? Вот он. Где он стоит? На доске он идеально стоит. Вот на... А ну-ка. Да, неплохо стоит. Ну, астрономическая доска, естественно, по уровню поставлена. Вот это уровень, чтобы строго вертикально расположить вертикальную ось. Ну, а горизонтальная, естественно, встанет при этом строго горизонтально. А разные... Вот это сменные телескопы. Этот телескоп может заменить вот тот, и у него немножко больше фокус, немножко больше точность и так далее. Очень полезная штука. И у него есть тонкие механизмы для наведения и для считывания углов. Углы считывают спазиму, то вот в этой коробочке шкала ходит, и там два окошечка. Раз и с другой стороны. И два микроскопа. Смотришь в микроскопы на деление и видишь очень точно, считываешь очень точное положение. А как вы думаете, недостаточно? Почему? Вот одно окошечко, видишь шкалу, а зачем второе-то? С другой стороны. По линейке, мы вот посмотрел на линейку, вот увидел длину, там чего измерил и все. А тут почему-то с одной стороны, а потом бежишь вокруг, и с другой стороны смотришь. Не одно и то же разве должно получиться? Нет, оказывается, проблема разбиения круга на равномерные 360 градусов, ну и минуты, секунды, это очень большая проблема. Настолько большая, что, например, в 19 веке, по-моему, только две мастерских во всем мире умели делать это точно. Оказывается, это очень непростое дело, ну, с высокой точностью разбить. И всегда есть возможность разбиения круга на градусы. И чтобы минимизировать эту ошибку, ты считываешь с одной стороны, потом с другой стороны складываешь эти значения и делишь их пополам. И у тебя ошибка неравномерности, по крайней мере, вдвое снижается. Это такой очень древний, распространенный метод уменьшения ошибки считывания углов. Ну и здесь тоже вторая шкала и там соответствующие микроскопы. Более фундаментально устроены такие специализированные телескопчики для измерения, прохождения звезд через меридиан. Они нужны не только для того, чтобы высоту звезды измерить, но еще и сам момент прохождения. А по моменту прохождения можно судить о скорости вращения Земли. То есть это еще и прибор для службы времени. Меридианный круг, то есть он вращается только вокруг одной оси. Другой оси у него нет, только горизонтальная. И стоит строго, ну насколько можно, строго в меридиане. Вот у нас два телескопа в таких бочкообразных башнях, которые так раздвигаются. Они меридианные, они только север и юг вот в этой плоскости ходят. Если вы потом еще побродите по нашему саду, увидите такие круглые башенки невысокие, метра два с половиной высотой. Это специальные миры, то есть опорные источники света, которые позволяют иногда проверять, а правильно ли он в меридиане ориентирован, не сбился ли. Навоишь телескоп на одну миру, она с юга. Там маленькое окошечко, маленькая лампочка, прям точечный источник света. Проверил. Потом перебрасываешь телескоп, северная мира, она где? Она вот там, на севере, а вторая на юге. И поскольку расстояние между ними большое, то, в общем, довольно точно выверено направление север-юг. Обратите внимание, ось не закреплена, она лежит, просто лежит на опорах. Зачем это сделано? Ну, казалось бы, надо какие-то подшипники там укрепить, а ее просто положили, вот она опирается так, как будто сил не хватило или денег не хватило, чтобы как следует эту ось укрепить. Нет, телескоп просто вот так вот положен на две опоры. Для того же самого представьте себе, что труба изогнута. Вот такая не прямая, а вот такая вот дугообразная. Ну, я, конечно, усилил, но все равно сделать точно цилиндрическую трубу практически невозможно. Она обязательно как-нибудь вот так, либо вот так и загнется. Значит, мы проводим измерения с одним положением трубы, потом поднимаем это дело, перекладываем, так и называется, переложить трубу, и с другой кривизной трубы. Сначала так, потом так. Потом складываем, делим пополам, и у нас труба как будто бы прямая была для измерения. Вот перекладывать, там специальный подъемный экранчик такой есть маленький, но иногда другая бывает конструкция. Перекладывать инструмент – это такое регулярное дело для астрометристов. Конечно, старые астрономы глазом наблюдали прохождение звезд через меридиан, но глаз – не особенно надежная вещь. Какая выдержка или экспозиция у нашего зрения? Ну, 1,24. Дай бог, чтобы 1,10 была, а то и 1,8 секунды. Довольно длительная. Поэтому точно заметить момент прохождения звезды. Там в окуляре телескопа ниточка натянута, вот звезда как пересекает эту ниточку, так она точно меридиан пересекла. Но глаз не способен точно регистрировать этот момент. Ну и усталость человека. Поэтому появились фотоэлектрические пассажные инструменты. Пассаж. Что это слово означает? Пассаж. Знаете, магазины бывают такие, пассажи. Прохождение. Магазин пассаж – это такой длинный-длинный, и мелкие магазинчики вот такие. Ты проходишь по нему, и всякие лавочки смотришь. А тут пассаж – это прохождение. То есть для регистрации прохождения звезды через меридиан. Но регистрируется фотоэлектрическим способом. Вместо глаза там просто приемник света. Ну а тут астроном еще подглядывает на всякий случай. Смотрит, туда ли телескоп направлен. А главный телескоп в него глазом не смотрят, а просто там зеркальце отбрасывает на фотоэлектрический приемник света, и он четко регистрирует прохождение звезды через меридиан. Ну вот большой автоматизированный меридианный круг. Это в одной из лучших обсерваторий европейских, в Бордово, Франции. Он только в меридиане крутится, окулярный конец вот тут. А астроному очень неудобно наблюдать. Посмотрите, труба обычно высоко направлена. Наблюдать у горизонта звезды – это вообще занятие довольно тоскливое. Надо повыше, чтобы атмосфера не мешала. Значит, всю ночь вот так вот закиданной назад головой тут стоять у этого окуляра? Конечно, нет, устанешь. Чтобы не уставать, вот посмотрите, тут рельсы такие и колясочка. Астроном на нее ложится и подкатывается сюда. Если не уснул, то всю ночь смотрит в этот окуляр. Иногда ремонтируют автомобили таким же образом, на колясочке подкатываются. Вот точно такие же колясочки у астрономов, которые занимаются астрометрическими измерениями. Есть еще более специализированные телескопы. Зенит-телескоп. Ну, он все-таки имеет какой-то небольшой угол поворота, но смотрит в область зенита. И вообще удивительный телескоп, который никуда не может поворачиваться, а строго наверх смотрит. Фотографическая зенитная труба. Оба они для того, чтобы фиксировать прохождение звезд. Это узкоспециализированный только прохождение в области зенита. Ведь, зная, какая звезда проходит через зенит, мы можем точно сказать, каковы наши географии. Ну, широта наша, правильно? На экваторе проходят звезды со склонением ноль через зенит. На полюсе вообще не проходят звезды через зенит. Понятно, да? Там торчит одна полярная и все остальные зенит. Ну, а где-то вот в промежутках та или иная звезда с тем или иным склонением проходит через зенит. И точно измеряя, какая именно и насколько она отклоняется от зенита, можно сказать, какая географическая широта у данной трубы или у данной обсерватории. А что, может меняться широта, разве? Где это видно, чтобы широта менялась? Географическая широта неподвижно стоящего на Земле телескопа. Разве может меняться? Да? Из-за чего она может меняться? Верно. Из-за движения северного полюса. Оно небольшое. Помните, я вам показывал, как северный полюс ходит? Там туда-сюда 15 метров, полный размах 30 метров. А что такое 30 метров на Земле? Это целая секунда угловая. Тут надо точно измерять. А телескоп или зенитная труба довольно оригинальная штука. Там тоже используется искусственный горизонт. В данном случае надо вертикаль ему держать. Но придумали так. Поставили внизу чашку, довольно большая чашка такая, залитая ртутью. И тогда изображение звезды дважды получается. Оно отражается отсюда. И на фотопластинке можно, поворачивая пластинку, в одном и в другом месте получить изображение. Если она точно через зенит проходит, изображения совпадут на повернутой пластинке. А если не точно, то немножко разойдутся. Но вот с этой чашкой в Гаише были большие проблемы. Зенит-телескоп у нас стоял вот там, далеко, у самого забора нашей территории, чтобы подальше от теоретиков ртуть отнести. Но кто-то же должен его поддерживать, работоспособным в сцене, как-то там чистить, направлять, фотопластинки менять. И вот тот человек, который заботился о зенит-телескопе, он каждый день получал пакет молока бесплатный, который должен был поправить его здоровье. Дышать парами ртути делал не совсем приятное. Знаете, чем это кончается, да? Ну, кто дышал парами ртути? Нет, не из вас. Известный герой Кюри? Нет, Кюри радиоактивности отравил. А кто? Я дышал. Ты дышал? Чем дело кончилось? Жив. Пока жив, понятно. А кто читал Алису в стране чудес? Многие, ну, по крайней мере, слышали о таком произведении Льюиса Кэрролла. А там был сумасшедший шляпник. А чего это он сумасшедший был? А дело в том, что раньше фетровые шляпы изготавливали в парах ртути, они там каким-то образом фетру заставляют его форму держать. И тогда, в общем, пары ртути у шляпников были рабочим инструментом, так что годам к сорока шляпники, да, вот. И поэтому им молоко, наверное, никто не давал. И поэтому давали нашим астрометристам молоко за вредность, за вредность профессии. И ведь никто не догадался, что можно было совсем по-другому поступить. Я вам рассказывал про ртутные зеркала у больших современных телескопов? По-моему, еще нет. Не рассказывал. Покажу-ка из шестиметрового диаметра. Зеркала ртутные, никто не отравляется там. Оказывается, есть метод, как избежать паров в ртути. А метод очень простой. Надо было поверх ртути налить, ну, например, подсолнечное масло. И сейчас это делают так, тонкий слой полимера прозрачного. И все, никаких паров не будет. А работе зеркала тонкий слой прозрачного вещества не мешает. Сейчас так поступают, делая большие ртутные зеркала, огромные, там, многометрового диаметра. Мы почему-то не догадались до этого. Вот в свое время. А может, потому что молока хотелось получить бесплатного. Не знаю. Ну ладно. Посмотрим на точность измерения звездных координат. Над этим астрономы тысячелетия работают. А пока сидели на Земле, ситуация была не очень печальная. Вот ФК — это фундаментальные каталоги. Это самое надежное, что может астроном предложить в качестве продукта своих измерений. В фундаментальном каталоге, это ФК-5, это самый суперпоследний каталог, всего полторы тысячи звезд, измеренные с максимально допустимой точностью. Действительно, точность поражает. Пять сотых угловой секунды. Вот это не наука, это искусство уже. Я не понимаю, как этого можно добиться, когда изображение звезды секунда, полторы, а то и две размером, такая блямба все время гуляет. И люди научились измерять ее положение вот с такой точностью. Это многократ, тысячи раз измеряется на разных обсерваториях, на разных инструментах. Одна и та же звезда — это всемирная работа, и она позволила полторы тысячи звезд с такой безумной точностью. А потом уже все остальные измерения проводятся относительно... Почему он фундаментальный? Ну, это от немецких каталогов, понятно, что каталог по-английски через C пишется, это с немецкого. Потому что вот этот фундамент, на который опираются все остальные измерения, потом надо тебе что-то на небе измерить. Ты ищешь две-три звезды из фундаментального каталога, на них наводишь телескоп, и относительно них измеряешь положение своего объекта, уже с меньшей точностью, естественно. Но это вот предел. Ну и потом пошли разные другие каталоги, и вы видите, снижается точность. Чем больше звезд измеряется, тем меньше точность измерений. Ну, какой самый крутой? Ну, 20 миллионов звезд — это, конечно, круто, но точность уже... В общем, это даже любитель астрономии может с такой точностью измерить. И вдруг что-то случилось? Точность возросла в десятки раз. Что такое хип? Гепархес, конечно. Запустили космический астрометрический телескоп, атмосфера не мешает, и 100 тысяч звезд с такой безумной точностью. Ну, безумный по тем временам, просто прорыв был невероятный. И потом уже на него стали опираться все другие каталоги. Вот полмиллиарда звезд, устный — это американский каталог, US Neville Absolutry, полмиллиарда звезд. Ну, конечно, точность упала, потому что опорой служили вот эти гепарховские звезды. А уже опираясь на них, измерялись с Земли. А раз с Земли, понятно, что вот та же самая ошибка в 0,05-0,04 секунды. Никуда не денешься, эта атмосфера мешает. Ну, замечательно. А это собственные движения звезд. Ну, понятно, чем дольше промежуток между измерениями, тем точнее мы сдвиг звезды можем померить. В общем, это то, что было. И фактически то, что есть. Вот на сегодняшний день измерение гепархоса — это основа всей современной астрономии. Потому что еще следующий спутник, который Гайя, он еще работает. Он летает, уже каталоги выходят, но еще не стал такой опорной системой. А гепархос, он просто служит для всех, для нас. Какие ошибки или аберрации надо иметь в виду, когда вы измеряете положение звезд? Ну, самая мощная аберрация связана с движением наблюдателя, с движением Земли вокруг Солнца, с движением самого наблюдателя на Земле за счет суточного вращения. Если телескоп движется, то он видит звезду не в том направлении, где она на самом деле, а в мнимом направлении, связанном с тем, что складывается, ну, грубо говоря, складывается скорость наблюдателя и скорость фотона, который летит к вам в трубу. И чем быстрее скорость наблюдателя, чем больше скорость наблюдателя, тем сильнее вот эта самая звездная аберрация. По-английски она хорошо называется stellar aberration. Ну, правда, мы же звезды измеряем. А по-русски, вот мы говорим, аберрация света, это немножко такой термин, который может ввести в заблуждение. Аберрации, оптики бывают разные, да, там, кривизна поля, хроматическая аберрация, тоже света. Ну, вот stellar aberration, это такой четкий термин. Земля движется со скоростью около 30 километров в секунду по орбите. Скорость света 300 тысяч километров. Делим одно на другое, получаем 20,5 секунд. 20 секунд. То есть, реально звезда примерно на 20 секунд смещается, ну, если она где-то в зените, на 20 секунд по отношению к движущемуся наблюдателю. Это огромная ошибка, ее, конечно, надо учитывать. Скорость вращения Земли намного меньше. Даже на экваторе полкилометра в секунду. Но это тоже заметная вещь. Полкилометра — это 1,6. Десятая, да, поделим на 60, получим 1,3 угловой секунды. Это суточная аберрация. Она еще от момента, когда вы ночью работаете, значит, от момента года, а суточная аберрация от момента суток зависит. Вы то туда движетесь, то сюда на вращающейся Земле. И ту, и другую, конечно, надо учитывать. Вот как аберрация смещает положение светил. У нас еще есть другая причина смещения. Параллакс. В зависимости от положения Земли на орбите мы видим звезду в разных направлениях. А эта аберрация тоже зависит от положения планеты на орбите, потому что направление движения меняется. Но посмотрите, по-разному происходит смещение. Тут смещение за счет аберрации всегда в направлении движения, а здесь в направлении обратном вашему положению на орбите. Это чистая геометрия, а это чистая физика. И они по-разному влияют на видимое положение звезды. Астрономы давно хотели, еще начиная от Птолемея, параллакс измерить. Все понимали, что расстояние до звезд можно только таким образом определить. А впервые удалось это в XIX веке. А до XIX века тоже пытались, пытались, пытались. И даже казалось, что открыли, вот Галей, например, измерил, увидел, что звезды кружочками в течение года вот так вот ходят по небу. Но оказалось, что он открыл аберрацию звездную. А параллакс? Каков параллакс до ближайших звезд? Кто помнит? Ну, чуть меньше секунды угловой. А тут 20 секунд. Конечно, это на два века раньше удалось обнаружить. А за секундой надо было работать и работать, пока нашли. Ну, собственное движение звезд, мы об этом говорили. Он показывал, каков большой медведица за 100 тысяч лет. Тут за 150 показано, еще сильнее смещается. Вполне заметный эффект. Конечно, мы наблюдаем там не 100 тысяч, а может, 100 лет, но весьма заметный. А потом можем экстраполировать и на тысячи лет. На миллионы лет вряд ли можно экстраполировать, потому что направление смещения, ну, они, конечно, некоторое время сохраняются, но потом могут изменить положение направлений. Да и скорость может поменяться. Ну, 100 тысяч лет, это маленький период. Можно, измерив скорость, потом ее экстраполировать туда или сюда, вперед или назад во времени. Еще раз обращаю ваше внимание, координаты небесные, как и географические, имеют разный масштаб в разных частях глобуса. Ну, в данном случае в разных частях небесной сферы. Смещение по прямому восхождению в районе экватора и смещение в районе, ну, где-нибудь поближе к полюсу на один и тот же угол имеют разную длину угловую. Угол имеется в виду, ну, там, на, скажем, одну минуту прямого восхождения. Здесь минута и здесь минута имеют разную длину. А здесь минута вообще никакой длины не имеет, потому что вы в полюсе будете. Это очень важная штука, про которую иногда забывают. Смотрят в каталог и думают, так, где же сегодня находится эта звезда? Смотрят на ее координаты. Координаты указаны в каталоге. Вот прямое восхождение и склонение. Но каталог сделан там 50 лет назад, значит, надо учесть ее смещение за эти 50 лет. Смотрят на собственное движение звезды. Оно указано в каталоге мю дельта, мю альфа. Ну, говорят, отлично, это же прямоугольная сетка координат, значит, по теореме Пифагора мы сейчас вычислим гипотенузу. И берут квадрат этого, плюс квадрат этого, корень квадратный извлекают, и что получают? А ничего не получают, потому что еще надо на косинус дельта домножить, чтобы смещение по прямому восхождению стало реальным угловым перемещением вот в этом месте небесной сферы. Вот это по своему опыту знаю. Где-то там в аспирантуре я пару раз ошибался в расчетах, забыв про этот косинус дельта. Надо про него помнить. Сетка координат, она кривая, она к полюсу сходит на нет. Это важно, поэтому я вам напоминаю об этом. Точность измерений. Ну, собственно, это и вся астрономия, борьба за точность измерений. Вот люди боролись от гепарха, малоизвестное имя Улукбек. Кто такой Улукбек? Кто помнит? Никто не знает? Арабская астрономия в свое время... Вот смотрите, это гепарх, а это Коперник. А вот это темное средневековье в Европе. В Европе оно было средневековьем, когда всякие там чума, холера и прочие крестовые походы были никому не нужны. А арабы в это время науку сильно поддерживали и развивали. И на Арабском Востоке, а даже вот у нас в Средней Азии, были крутые. В Самарканде есть астрономическая обсерватория Улукбек, был сыном Тимура. Ну, про Тамерлана знаете? Тимур, который хотел весь мир завоевать и почти завоевал весь мир. А у него был внук. Вот такой странный внук. Ничего не хотел завоевывать, хотел астрономию. В результате его убили, конечно. Ну, политик должен заниматься политикой. А он был... унаследовал гигантскую империю, а сам строил обсерватории. Но все-таки успел кое-что сделать. И хороший каталог составил. Потому что сделал гигантский угломерный инструмент. От него еще остаток в Самарканде есть. 40 метров, по-моему. А, ну, 40 диаметров. 20 метров радиус этого секстанта был. Ничего себе, да? Точность измерений колоссальная. Вот он улучшил, заметно улучшил точность от древних греков до, значит, Улкбека. А потом пошла-пошла история. А потом уже, вот Бессель, это уже Брэдли и Бессель, это телескопические измерения. Уже не глазом, а в телескоп. Ну, Флемстит еще, в общем, без телескопа обходился. И потом поехали современные измерения. Вот ФК-5. Вот это мы добились на Земле. Такой высокой точности. Ошибка. Оп. Телескоп, тут АС, это Angular Second, угловые секунды. Тысяча секунд, сто секунд, это почти одна угловая минута, ну, полторы минуты, да? Полторы минуты — это то, что вот Тихо Браги мог сделать. Полторы минуты — это разрешение человеческого глаза. Все, дальше нужен был телескоп. Десять секунд, одна угловая секунда, а дальше уже пошли мили, арк, секунд, тысячные доли угловых секунд. А потом пошли микро, арк, секунд, миллионные доли угловых секунд. И вот как все это дело обрушилось, когда полетел Гепархос. Он в сто раз увеличил точность измерений. Потом были проекты, которые не удалось реализовать, но денег не было. И, наконец, полетела Гайя. Она вот по сравнению с Гепархосом еще в сто раз улучшила точность. Есть еще проект, но он пока не реализован. Сейчас работает Гайя в космосе. И мы на нее сильно рассчитываем. Так что видите, какой прогресс в наше время, в ваше время, произошел в астрономии. Колоссальная точность измерений. Все это в хорошей книжке описано. У вас же есть астрометрия? Или как сейчас она называется? Не астрометрия? Какой курс вам читают? Сферическая астрона. Это то же самое, что астрометрия. Эту книгу вам рекомендовали? Нет? Книга замечательная. Ее перевел Жаров. А Жаров вам читает? Сферическая? А, еще не было. Извините. Правильно. Раньше она была в первом. Мы ее потом решили спихнуть на второй, потому что рановато получалось. Вот будет Жаров читать, профессор, завкафедрой. И он же перевел эту книгу. А Жан Ковалевский, замечательный французский астроном, очень рекомендую вот эту вот книжку. Желательно даже ее заиметь в собственности. По-моему, у Жарова еще некоторое количество есть. И он их когда-то раздаривал. Если не все раздарил, попытайтесь у него высыгонять. Книжка замечательная. Очень хорошая. Там и про наблюдательные, и про приборы, и про методы. Ну, в общем, это классик. Ковалевский – это классик. И написано очень хорошо. Ну, про измерение времени мы говорили, поэтому я долго не буду на этом останавливаться. Помните, да, морской хронометр. А, кварцевые часы. Кстати, сейчас появились новые. Нового типа кварцевые часы. Шверцарцы изобрели. Ну, ладно, когда-нибудь расскажу. Атомные часы. Секунда. Нынче секунда – это строго определенное в системе С количество каллибурных, каллибаний электрона при переходе между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния. Вот такое целое количество периодов. Это закреплено в этом году только. Кстати говоря, ребят, вам надо это знать. Система С, вы с ней знакомы. Килограмм, метр, секунда и так далее. Основные базовые единицы, на которые потом опираются все остальные измерения. в прошлом году мировое сообщество поменяло некоторые установки в системе С. И в этом году, только в 19-м году, они вошли в употребление. И все ученые должны об этом знать, потому что это опора всех измерений. Вот секунда стала базовой единицей. Ее не через что другое не определили. секунды это вот цезий 133. Считаете вот такое количество колебаний. Электрончик на сверхтонком уровне колеблется. И это точное определение секунды. Второе точное определение это скорость света. Ее уже не измеряют. Никто не будет измерять скорость света. Эйнштейн сказал, что она постоянная. Все. Она заложена как фундаментальная константа. И скажем, метр, ну вообще единицы длины теперь получают из скорости света и длительности секунды. Уже никакого метра, который раньше может в учебниках у вас еще, учебник физики, что это такая линеечка, которая во Франции в палате меры весов там хранится, на ней две риски, вот которые показывают все, никаких... Нет, линеечку не вы... На всякий случай линеечку хранят, но она уже не является опорой, уже никто... Есть скорость света, есть секунда, вот вам 300 тысяч километров, сколько там, скорость света, вот. А килограмм, помните, что такое килограмм? Это такая штука, которая тоже под колпаком, тот под колпаком хранится вот во Франции в палате меры весов. Все, никакого килограмма уже нет, его получают из постоянной планка, и постоянные борцы, и так далее. Ладно, как устроены атомные часы вы знаете, я вам показывал, цезиевый стандарт тоже показывал, схему принципиальную атомных часов показывал, для чего все это надо. Точность работы атомных... Ну, теперь атомные часы это основа всех, все прочие часы уступили им место по точности, сейчас атомные часы это самое главное. Вот как снижается ошибка измерения времени. Ой, а я же новый слайд. Ну ладно, сделал вчера новый слайд и забыл его сюда вставить. Десятый год у меня тут кончается все, а на самом деле уже двадцатый год, да? Эта история продолжается. Ошибка измерения времени, ну и точность измерения времени все время повышается. и недавно были сделаны аббревиатуру вот это НИСТ, ну то же самое, что Национальное бюро стандартов, это американская организация, которая, ну как-то вот лучшие часы в мире всегда атомные делала, с нее все и началось. А потом ее просто переименовали Национальный институт стандартов и технологий, ну это та же самая организация, это их часы. Вот недавно они сделали модификацию F2, которая еще вот здесь вот можно ну вот здесь вот можно точку подставить на 19-й год. Это относительная ошибка измерения времени. 10 минус 18-й. Давайте подумаем, что такое 10 минус 18-й. Значит, пройдет 10 минус 18-й секунд и эти часы на одну секунду могут ошибиться. А что такое 10 минус 18-й секунд? В году 3 на 10 в седьмой секунд, значит, это 3 на 10 в десятый лет. 3 на 10 в десятый 30 миллиардов лет. А время жизни Вселенной 14 миллиардов лет. То есть, за время жизни Вселенной эти часы на полсекунды только могут ошибиться. Вот такие замечательные часы. Они, конечно, лабораторные, носить еще нельзя, их купить еще нельзя, но уже вот это, этот пунктир говорит о том, что на новую технологию перешли. До этого момента ну просто пары цезия или там водород служили источником колебания. А потом оказалось, что при комнатных температурах и даже в замороженном виде уже слишком сильны колебания атомов и их сдвиги вызывают доплеровское смещение частоты, это уже плохо. И вот научились их охлаждать с помощью лазерных лучей, скрещенные потоки света, они удерживают атом в неподвижном состоянии, а сейчас еще по-другому. Вот эта точка, новые часы, там просто в скрещенных электростатических полях подвешивается один атом, один, чтобы ему никто не мешал. И вот колебания электрона в одном атоме, строго зафиксированном в пространстве, позволяют добиться вот такой точности. Кому это надо? Кому нужны такие точные атомные часы? Ну, естественно, всем надо, правда? Каждый бы хотел иметь такие часы. Но прежде всего это надо для того, чтобы система глобальной навигации работала. Вот поговорим сейчас о глобальной навигации, потому что это наша астрономическая, прикладная, мы же сегодня говорим о практической пользе астрономии. Вот это вполне практическая задача для астрономии навигация, только уже современная. Геодезисты, астрономы и прочие люди специальные очень точно хотят измерять координаты на Земле. Вот, например, геодезист. Сегодня они вот так работают. Ставят антенну тут, ну это просто коробка, а тут все внимается, прибор, это часы, ну, GPS-навигатор, не только часы, там GPS-навигатор. И вот постояв так пару часиков, эта штука измеряет свои координаты с точностью до одного сантиметра. Помните, секунда угловая это 30 метров, а один сантиметр это примерно тысячная доля секунды. Вот с такой точностью может измеряться координат на Земле с помощью спутников. Для чего это надо? А вот мы уже несколько десятков лет измеряем координаты на Земле и видим, как сама Земля перемещается. Вот векторы направления и длина вектора показывают, куда и с какой скорости перемещаются разные точки континентов, конечно. Континентов либо островов, на которых на море ты не поставишь такой прибор, поплывет туда-сюда. Островов или континентов. Австралия там вся двигается. А? Австралия там вся двигается. Австралия, а где она? Да, в одном, как-то очень дружно она вся летит куда-то, да? Куда она летит? В Японию. Кто не хочет в Японию? Такие называются GPS, а как расшифровывается аббревиатура? GPS. Global Positional System. Раньше она называлась NavStar, Navigation Star, но потом сейчас сократили до GPS. Что такое спутники? Как они нам позволяют свое место на Земле определить? Вот мы берем в руки навигатор или там телефон, в котором программа навигации. И что? И как он общается со спутником, и как он, этот вот, навигатор, узнает свое положение на Земле? Кто может в двух словах сказать? Или хотя бы намекнуть, как он это делает? Летает себе спутник, много спутников. Что, что? Он общается, телефон общается с вышкой, а вышка со спутником. Телефон общается с вышкой, а вышка со спутником. Так, а если я на просторах Тихого океана, до ближайшей вышки там 3 тысячи километров, а то и больше. А GPS работает. Global Positional System означает, что по всей Земле, независимо от каких-то там вышек. Никакого отношения к телефонии сотовой это не имеет. Вышки вы имели в виду сотовая телефония. А какие еще? Я говорю, плывите в Тихий океан или в Антарктиду, и вы прекрасно узнаете там с помощью вот этой штуковины. Телефон там не будет работать, естественно. А навигатор так же, как где угодно. Я бы сказал, что там он лучше даже будет работать намного, чем в городе. Нет. Вот это заблуждение, я думал, ну хорошо, давайте разблуждаться. Итак, летает спутник. Что на нем есть? На нем есть точные часы атомные и мощный радиопередатчик. И больше на нем ничего нет. Он просто, это летающие часы. А это наш, ГЛОНАСС. Ну, в принципе, такой же. Это вот антенки торчат. Он антеннами смотрит на Землю и постоянно на Землю транслирует сигналы, в которых записано точное время по его часам. Вот часы у него на борту тикают. Вот, кстати, какие часы там тикают. Это очень хорошие часы. Обычно на старых спутниках GPS были цезиевые часы, на наших тоже, потом на наших появились водородные часы, а сейчас новая система европейская, Галилео, там только водородные, насколько я знаю. Вот водородные часы. 20 лет маловато. Что? Маловато? 20 лет без ремонта? Да я бы сказал, через чего даже много. Через 20 лет уже устареет это все, надо новые будут запускать. Это довольно массивная штуковина, 18 килограмм, причем, как правило, их там пара таких часов, на всякий случай. Одни выйдут из строя, они контролируют друг друга, и там вырабатываются сигналы точного времени, и больше ничего. и транслируется этот сигнал на Землю. И наш вот этот вот маленький, он, конечно, ничего спутнику сам не может сообщить, какой тут передатчик. Ерунда. До ближайшей вышки только там 2-3 километра может добить, а до спутников 20 тысяч километров. Они летают на орбите радиусом примерно 20 тысяч километров. Конечно, он связаться не может, но получить со спутника сигнал он может, и он непрерывно его получает. И вот такая констелляция, такое содружество спутников летает. Это и GPS 24 спутника, это и GLONASS столько же спутников самостоятельных. И потом я вам покажу и другие страны делают, Европа, Китай, Индия. У каждого свой набор спутников, они непрерывно летают вокруг Земли, где бы вы ни находились, несколько штук у вас всегда над головой, и вы с них получаете сигналы точного, и больше ничего не получаете. правда иногда, ну примерно раз в неделю, там раз в 10 дней, каждый из спутников сбрасывает еще одну информацию на каждый наш вот телефончик, а именно расписание своего полета, где он будет в ближайшую неделю на орбите, с очень большой точностью, потому что нам надо знать, где спутник, чтобы потом узнать, где мы находимся, измеряя время пролета сигнала. Сейчас об этом поговорим, как это делается. Это называется альманах. Альманах, то есть расписание полета спутника. Каждый из них время от времени сбрасывает на всех потребителей Земли, каждый вот наш телефон, расписание своего полета, потому что на неделю вперед его довольно точно можно прогнозировать. На год вперед невозможно, а на неделю мы как-то умудряемся и все время меряем положение спутников на орбите и уточняем, где они будут через неделю. Потому что какая точность нам нужна? геодезистам большая, а нам в быту 2-3 метра достаточно, я думаю, знать свои координаты. Не ошибешься, это дом или соседний, или на автомобиле едешь, это полоса или соседняя. 2-3 метра вполне достаточно. Это значит, что и положение спутника в каждый момент времени мы должны знать с такой же точностью 2-3 метра. а он несется по орбите со скоростью, с какой скоростью он несется по орбите? А? 8 секунды. Сколько? 8. 8? Нет, а я говорил, что высота орбиты 20 тысяч километров. примерно 6 километров в секунду. А 8 километров в секунду это у поверхности земли. Когда мы уходим наверх, там скорость падает. Ну, 6 километров в секунду, а нам надо знать с точностью 2-3 метра. Так что задача непростая. Эту задачу мы решаем каким образом? Во-первых, надо знать, в каком гравитационном поле летают все спутники. Для этого надо было давно уже, решена проблема, измерить гравитационное поле вокруг Земли. Еще к тому же оно немножко меняется со временем, но хотя бы на какой-то момент времени. Для этого были запущены специальные тестовые спутники. Лагеус. Это американцы сделали в свое время. Лагеус, то есть лазерный геоизмерительный спутник. Это такая болванка. Это спутник, в котором нет ничего. Внутри ничего нет. Это просто цельнолитой вот такой по-моему медный или никелевый, не помню, кажется, медный шар. Да, не шар, а, ну да, шар, в смысле, не сфера, а шар. То есть полностью заполненный веществом. Очень тяжелый и очень компактный. Он такой сантиметров пятьдесят диаметра. Для чего он был таким булыжником сделан? А чтобы он летал только под влиянием гравитации, чтобы на нее не оказывало влияния больше ничего. Ни давление света, ни сопротивление атмосферы, там еще есть какие-то остатки воздуха на большой высоте. Чтобы он двигался только по гравитационному полю. И, соответственно, мы бы смотрим, с каким временем мы можем сравнить, когда сигнал к нам приходит. Мы можем только сравнить с тем временем, которое вот тут хранится кварцевыми часами. Но кварцевые часы это все-таки не атомный эталон, правильно? Они же не очень точно идут. Значит, нам надо еще поправочку наших кварцевых часов узнать. Для этого мы получаем сигнал от четвертого спутника. Во-первых, он позволяет нам из этих двух точек выбрать одну уж наверняка. А во-вторых, это же четвертое уравнение. Четыре неизвестных, четыре уравнения. Четыре неизвестных это что? Три неизвестных это координаты в пространстве, а четвертое неизвестное это поправка наших часов в нашем навигаторе. Все, проблема решена. Четыре уравнения линейных, четыре неизвестных и запросто вычисляется координат. Значит, нам надо как минимум четыре спутника над головой. Ну вот раз, два, три, четыре шага. Но главное, чтобы четыре спутника были видны у нас над головой. Давайте посмотрим, сколько спутников видит наблюдатель в средних широтах. Вот где-то широта Москвы примерно, Земля крутится, спутник крутится, и он тут число выписывает, сколько спутников у него над горизонтом. Посмотрите, меньше четырех никогда не бывает, а бывают вообще даже моменты, когда двенадцать. Вот там проскочил какой-то момент, было двенадцать спутников. Мелькнул он где-то там. Во, мелькнул, да, видели? Двенадцать. То есть половину всей группировки. Но это идеальная ситуация. Это предполагается горизонт морской, то есть полусферу неба вы можете обозревать. конечно у моряков бывает такая ситуация, у всех остальных. Ну или где-нибудь в степи, где горизонт ровненький, ничего не заслоняет. А если вы в городе, такая ситуация не сложится. Дома железобетонные закрывают вам большую часть неба иногда. И поэтому, когда вы едете на автомобиле, иногда навигатор начинает мудрить, особенно если на улице стиснуты высотными зданиями, но если заезжаете в туннели, то вообще все спутники пропадают. Но это можно пережить, потому что недолго длится. Так что на открытых пространствах такая система всегда позволяет избыточное количество спутников увидеть, а если у вас уравнений больше, чем неизвестных, то это только хорошо. Всегда можно увеличить точность вычисления неизвестных. ГЛОНАСС хорошая система. Она была задумана даже чуть раньше, чем GPS, ну или почти одновременно с американской. Но по всяким политическим и экономическим соображениям, неприятностям, которые в 90-е годы были, мы ее долго-долго создавали, и она только недавно стала полноценной глобальной системой. Хотя сама по себе конструкция спутника даже опережала американские в каком-то смысле технологии. Водородный стандарт частоты был более устойчивый, чем цезивый. Но американцы сейчас подогнали свое третье покорение GPS, у них тоже очень хорошо работает. Но GPS раньше родилась, и то и другое было для военных сначала придумано, чтобы ракеты и прочие военные системы могли ориентироваться в пространстве. Но американские жители сказали, как это, на наши деньги создали такую полезную штуку, а мы не можем пользоваться. И для публики открыли сигналы GPS, перестали их зашифровывать, они стали доступны обычным вот таким малюсеньким навигаторам. Но это не значит, что наши навигаторы работают так же точно, как военные. Нет, по-прежнему сигнал шифруется для военных, и он более точный, а для наших навигаторов он немножко огрубляется, но нам в общем быту достаточно. Любопытно, что есть две вещи, которые все время приходится учитывать, чтобы навигатор работал надежно. Первая вещь это общая теория относительности. Теория относительности нам говорит, что темп работы часов, вообще темп течения времени, зависит от того, в каком гравитационном поле эти часы находятся. Мы находимся на поверхности Земли со своими часами, а спутник летает далеко от Земли, где гравитационное поле слабее. И какие часы будут быстрее тикать, наши или на спутнике? Вспомните «Черную дыру», фильм «Интерстеллар». Вы приближаетесь к черной дыре, и время у вас начинает течь намного медленнее, чем вдали от черной дыры. Так? Земля, конечно, не черная дыра, но тоже вблизи Земли гравитационное поле сильнее, чем там на высоте 20 тысяч километров. Значит, на спутнике часы тикают быстрее. И это специально вносится поправка, и уже к нам на Землю передается сигнал, учитывающий поправку релятивистскую, и связанную с гравитационным полем, и связанную со скоростью полета спутника. Это тоже влияет, это тоже специальная теория относительности. То есть, если бы не было теории относительности, наши навигаторы работали бы неправильно. Это еще один плюс от теории Эйнштейна. Вторая неприятность. А скорость света везде одинаковая? Ну, или радиоволны везде одинаковая? Нет, а от чего она зависит? От среды, в которой свет распространяется. В стекле он медленнее, чем в вакууме распространяется, а в воздухе медленнее, чем в вакууме тоже. А у нас еще есть такая неприятная штука, как ионосфера, верхний слой земной атмосферы. Там зарядов много свободных, электронов, ионов, и в них вообще скорость света гуляет как хочет, ну и скорость радиоволны гуляет как хочет. Поэтому приходится, во-первых, все время изучать ионосферу, а во-вторых, спутники излучают на двух радиочастотах, близких, но разных. И наш навигатор получает два одинаковых сигнала на двух разных радиочастотах. А поскольку они разные, и скорость у них разная, и он измеряет смещение, и понимает, насколько задержался сигнал, проходя через ионосферу. Вот это такая хитрая штука. в общем, там много еще хитростей. Европа. Поскольку американцы сделали свою, а мы свою, естественно, Европа решила сделать свою навигационную систему, и они ее сделали. Ну, а зачем зависеть от других? Сейчас Галилео уже почти готово, спутники уже почти все на орбите, запускали их с помощью наших ракет в Союз, поэтому не все они оказались сразу на орбите, некоторые падали, но, в общем, к ним присоединились еще разные страны, которые вошли в долю. Видите, так что это не просто европейская, а это такая, почти третья всемирная система получилась, но, в основном, она европейскими деньгами, так сказать, сделана. Тоже очень хорошая точность определения координатов 30 сантиметров. Неплохо, да? Ну, от широты немножко зависит, ну, в общем, доли метра хорошо. Китайцы, они хотят ни от кого зависеть, они уже сами по себе. Китай сделал свою сначала не очень такую глобальную, а просто региональную систему, которая Китай накрыла и близлежащие страны, но вот к нынешнему году они уже практически ее до глобальной довели. Бэйдоу-3 уже такая крутая система. Это Бэйдоу-2, вот они сначала Тихоокеанский накрыли регион, а сейчас уже практически всю землю. Так что это четвертая глобальная система. Хорошие навигаторы современные, они умеют пользоваться сигналами со всех спутников, из GPS, из GLONASS, из китайской системы, из европейской. Чем больше спутников, тем лучше над головой, тем быстрее и точнее определяются координаты. Индия, ну Индия конечно далеко до таких крутых стран, как вот мы американцы, там китайцы, но они пытаются тоже сделать свою навигационную систему, ракеты у них есть. Недаром у нас довольно много студентов из Индии, вот у меня была студентка очень хорошая, индусская, она сейчас там работает в этой системе. Они пока накрыли только Индийский океан, ну и тут близлежащие суши, но я думаю Индия довезет, доведет. Вот у них с Китаем все время трения какие-то, поэтому им нужна своя. Почему своя? Да потому, что в любой момент, скажем, американцы захотят нагадить кому-то или мы захотим кому-то нагадить, мы тут же включим шифрование наших сигналов ГЛОНАСС или GPS. То есть, мы будем знать шифр нашей ракеты, будем боксинем с постоянными, это когда-нибудь узнаете. Вот последнее такое прилагательное имена звезд, галактик, планет, кто их дает? Есть старые имена, которые мы сохраняем у созвездий, у каких-то ярких звезд, Вега, Альдебаран и так далее. А с ними все понятно, их там две сотни к нам пришли из истории, мы их просто храним так, как исторический прецедент. Есть буквенные обозначения звезд, с ними тоже все понятно, Альфа, Бета, Гамма, Дельта. У любой яркой звезды вы найдете массу имен, ну, то есть, как исторических имен, вот Альфа-Кентавра, это греческое, это там арабское имя, так и просто их номеров в каких-то каталогах, в каталоге Гепархаса, в Рейбл Старс каталог, это такие наши технические имена звезд, но все они собраны в специальные каталоги, можно найти кросс-индентификацию по одному имени все остальные имена звезд найти, и не только звезд, и темных туманностей, и светлых туманностей, все это астрономические вещи, кто их закрепляет, а для этого есть специальная комиссия в Международном Астрономическом Союзе, Международный International Astronomical Union, это организация, которая нас всех профессиональных астрономов в мире вовлекла в свою работу, и там есть небольшая, там человек 10 примерно, комиссия, которая выверяет все космические названия, ей поручили, и она, есть там представители России, например, Шевченко, есть другие люди, и они этим заведуют, и вот какие принципы соблюдаются на этот счет, звездам и галактикам имена не дают, а зачем, они и так всегда на месте, планетам, ну, сохраняем традицию, даем мифологические имена, кометам даем имена первооткрывателей, вот на днях совершилось замечательное открытие, впервые межзвездную комету открыли, знаете, слышали, да, кто ее открыл? Гена Борисов, сотрудник ГАИШ, ребята, это вообще прославило наш институт теперь на весь мир, он просто инженер, на нашей Крымской обсерватории работает, но он крутой, он настоящий астроном, хоть и говорят любитель астрономии, но он даст фору любому профессионалу, он делает такие телескопы себе, очень внимательно работает, он открыл первую в истории науки межзвездную комету, залетевшую в солнечную систему, все, она будет всегда называться именем 1, Ай, а, нет, 2, Ай, потому что Ай это интерстеллар, а 2, потому что первым межзвездным объектом был кто? Омуамуа, да, это второй межзвездный объект, и имя Борисова к ней навсегда прилепилось, это официальная традиция, мы таким образом поддерживаем энтузиазм тех, кто ищет кометы, потому что комета такая штука, прилетела, не увидели мы ее, улетит, и все, а межзвездная комета уж точно улетит навсегда, но и другие кометы так надолго улетают от Солнца, что можно считать навсегда, астероидам мы не даем имена первооткрывателей, почему, астероид, он в общем никуда не денется, ты его сегодня не откроешь, там через 10 дней откроешь, или там через 10 лет, но даем право первооткрывателям предлагать для астероидов какие-то приличные имена, но обычно это имена людей, чем-то себя прославивших, или там родной школы, если она приличная, ну в общем, ну как-то вот, но это все обсуждается, это не просто, они предлагают, а комиссия выносит свой вердикт, да, школа хорошая, можно ее именем назвать астероидом, но вот некоторые люди говорят, а как же так, астрономы узурпировали свое право давать название космические, и вот теперь звезды, я говорил звездам не даем имена, а посмотрите на этот список, есть звезды с именами, и причем это все астрономы, как это так, а дело вот в чем, никто официально этим звездам имен астрономов, тем более, не дает, и они нигде, ни в каких официальных документах не закреплены, они закреплены только в памяти современников, в традиции, ну например, Гершель нашел красный сверхгигант, холодный, темный, обратил на него внимание, сказал, ребят, более красной звезды на небе нет, это очень нет, ну ее как-то говорят, вот та звезда Гершеля, которая вот там, мю, которая Софея, так просто на словах, или Барнард нашел самую быстро движущуюся собственное движение, огромное, 10 секунд в год, звездой мы ее просто называем по традиции звезда Барнарда, сразу, чтобы вспомнить, скажешь, какая звезда, бог ее знает, какая она там, еле видно, а там звезда Барнарда, все помнят, что это такое, ну и прочее, 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 вот, например, имя этого человека вряд ли вы когда-нибудь Шибыльский, правда же, не слышали, а почему приклеилось к этой звезде, созвездии кентавра, почему приклеилось имя Шибыльского, ну такой серенький астроном, никому вроде неизвестный, а история была такая, так, а вам отдыхать-то надо, да, что у вас потом после, а? Контрольная? Тут она будет? Да, все, готовиться надо? Ну ладно, про Шибыльского потом как-нибудь расскажу, давайте, готовьтесь, контроль.